Всем халлофти дорогие друзья, микрофон Адамриэль и сегодня мы познакомимся с такой игрой как Motocycle Mechanics Simulator 2021, а вернее поиграем в ее демо-версию. В принципе, что можно, я уже немного поиграл, пощупал, в принципе, что можно сказать об этой игре. Если вы играли в Car Mechanics Simulator, вот я лично играл в Car Mechanics Simulator 2019, вам эта игра будет максимально знакома, потому что плюс-минус те же механики в игре сохранились. Ладно, я думаю, тянуть тогда не будем вообще с этим делом, давайте начнем новую игру. Введем имя игрока, так, Дамриэльмская будет начать новую игру. Так, сохранен, да, начинаем. Нет, не нужно мне обучение. По первому своему мнению, друзья, могу сказать так, игра мне, хоть я и не фанат байков, но игра мне понравилась, там очень много крутых механик, которых нету в том же Car Mechanics Simulator 2019. Поэтому, ну, игра обещает быть интересной. Особенно, если вы любитель байков, ну, я думаю, вам по-любасу зайдет. Так, использовать колесико мыши, ладно, все понятно. Итак, смотрите, мы сейчас появимся в нашей мастерской. О, вот, вот, друзья, наша с вами мастерская. Это гараж, вот он, видимо, наш дом. Не знаю, будет ли возможность в игре переехать куда-то в нормальную мастерскую, потому что, помните, если играли в Car Mechanics Simulator, там мы покупаем сразу именно большую мастерскую профессиональную, и потом ее расширяем. Но вот здесь вот мы начинаем именно с гаража. Так, ну, давайте посмотрим, что здесь. Ну, в принципе, здесь-то, как бы, понятно. Тут, в принципе, мы ничего нового не увидим. Просто давайте осмотрим лучше мастерскую. Тут у нас вот эти вот идут зоны. Вот стол для ремонта, стол для покраски. Тут, собственно, машиномонтажные приборы стоят. Тут видим, кстати говоря, плакатики. Вот Junkyard Simulator, кстати, тоже жду очень эту игру. От тех же разработчиков. Вот новый Car Mechanics Simulator 2021. Я вам могу, кстати говоря, друзья, сказать, что если, блин, будут такие же механики в Car Mechanics Simulator, ну, это будет прям круто. Вот, ну, мы в будущем все, дойдем до этого. И в этом ролике вы все увидите. Танк Mechanics Simulator не играл, но видел. Так, ну, здесь это понятно. Так, ну, вот это... И пойми, я не разобрался. Кто знает, напишите в комментариях, что это за плакат. Так, у нас, собственно, как в Car Mechanics Simulator есть планшет, где мы, собственно, со всем взаимодействуем. У нас есть карта. Вот, собственно, как и было, вот тут, видите, есть автодром. Гараж в сарае, Angela Drive. Ну, это, я так понимаю, мы, наверное, здесь находимся. Большой гараж. Вот, вот, скорее всего, можно будет его когда-то купить в будущем. Так, аукционы. Тоже, понятно, и вся та же самая механика. Мы покупаем на аукционе мотоцикл. Мотоцикл, и, собственно, его переделаем. Вот, свалка. Можно на свалке какую-нибудь рухлить, купить. И с ней что-нибудь сделать. Так, смотрите, дальше что? Камера, это понятно, это делать скриншоты. Прогресс. Здесь мы можем прокачивать навыки. Тут уже, видимо, вот у нас изначально восьмой уровень. Это не я прокачивался, он уже был. И ряд перков выучено. Также мы прокачивать сможем улучшать и другие навыки. Также вот пассивные есть. То есть, видите, как работает. Чем вы больше делаете одно и то же действие, тем у вас быстрее прокачивается навык, и тем быстрее вы работаете. Ну, в принципе, механика не новая. Все, и так там понятно. Так, ну, тут краска недоступна нам. Магазин мебели. Мы здесь можем купить устройство. На текущий момент доступно. Вот, только второй балансировочный станок. Стационарный декор, подвесной декор. Магазин, где мы можем приобретать. Вот тип мотоцикла. Запчасти, я так понимаю, тоже можем купить. Так. И почта. То есть, здесь мы можем с вами принимать заказы. Вот. Но, ребят, в данной серии я заказы принимать не буду. Мы просто возьмем, может быть, этот байк восстановим. Я сейчас еще не решил. Мы просто возьмем и с нуля сделаем мотоцикл. Восстановим его полностью. То есть, мы таким образом, мы просто сразу увидим все игровые механики, доступные вот в демо-версии, за один раз. Мотоцикл, ну, блин, не знаю. Можно его продать? Просто я боюсь, что нам денег может не хватить. Так, у нас тут какая-то покрышка в инвентаре. Сообщение, магазин. Модель. Ага, здесь для него запчасти. Блин, друзья, я в мотоциклах нифига не шарю от слова совсем. Я боюсь, будет сложно подбирать запчасти. А можно его как-то, ну, там, не знаю, продать? Так, демонтаж, статус, обслуживание. Статус мотоцикла. Ну, да, он тут вообще, он просто убитый. Сборка, демонтаж, осмотр. Угу. Ну, да, вот, кстати, механика для осмотра деталей. Ага, тут он измеряет, я так понимаю, колеса. Ну, короче, я так понимаю, нам недоступно в прологе продажа. Ну, поэтому, ну, дали нам такой кроссовый раллийный мотоцикл. Давайте им и займемся. Начнем мы с разборки. Я так уже примерно вижу, что некоторых деталей нам, походу, не хватает. Придется докупать. Надеюсь, нам хватит, друзья, денег на все, потому что я еще пока не уверен. Выбираем демонтаж. Схема игры, геймплей, вот, сборки, разборки, точно такой же, как в кармеханике симуляторе. Поэтому, друзья, если вы играли в подобную игру, именно в кармеханик, там, в 2019, может быть, более старший, для вас проблем каких-то не будет. Так, крепление АКБ. Давайте, наверное, вот эту центральную часть разберем. Так, вот. Так, а что дальше? Воздушный фильтр. Крышка воздушного фильтра. Так, амортизатор. Натяжитель. Так, приводная цепь. Ба-бам-бам. А как вот эту часть снять? Ага, нам нужно вот эту накладочку убрать. Так, убираем центральную накладку. Я думаю, большую часть деталей мы здесь можем починить. Это явно выйдет дешевле, чем покупать новую. Но я, друзья, я боюсь, что я некоторые детали... И, опять же, я говорю, я не шарю в устройствах мотоцикла. Я боюсь какие-то детали забыть. Надеюсь, тут есть, вот как в кармеханике, информация о том, что вот какие детали есть, какие нет. Потому что, вот, например, двигатель мотоцикла, ну, для меня это вообще непонятная тема. Так, разобрали мы уже некоторую часть. По идее, у нас должна, наверное, только рама по итогу остаться. Пробка бака. Ага, это доливать масло. Не-не-не-не-не, погодите. Так, давайте, наверное, руль разберем. Да, работы там, друзья, предстоит много-много. Но запилим байк свой. Там есть трек, а потом попробуем выехать на него. Как мы только закончим работу. Так, мне нужно снять, ну, пробка бака, окей. А, это я заливаю масло или что я делаю? Ладно. Давайте. Так. Блин. Вот эту часть нужно разобрать. Она подсвечивает, что пробка бака. Демонтаж. Ну, пробку я не демонтирую. О-по-по-по-м. А, так, все, друзья, я разобрался. Нужно просто было масло выкачать. И все, видите, крышка снялась. Все, великолепно. Продолжаем дальше разбор. Так, снимаем бак. Так. Ну да, видите, рама. С ней делать ничего нельзя. Так, кожух радиатора. Здесь кожух радиатора правый. А трубки все снимаем. Блин. Да, друзья, это жестко. Сколько здесь запчастей. Так, радиатор выкручиваем левый. Ага, теперь правый надо. Блин, я просто сейчас смотрю, офигеваю. Столько мелких деталей. Нет, может быть, кто шарит в мотоциклах, им будет проще. Но вот мне эти все детали, ну, вообще непонятно. Автомобильный двигатель без проблем, любой. А вот двигатель мотоцикла, это, конечно. Так, ладно, давайте вот здесь, наверное, может быть, вот эти штуки разберем. Так, зажим. Ага. Так, ось передняя. Так, ну, тормозной суппорт. Это уже более знакомая деталь, здесь все ясно. Так, ага. Еще одну колодку. Тормозной диск. Да. Так, и переднее колесо сняли. Супер. И теперь фиксатор верхний. О-о-о. Ну, уже что-то понятно. Так, рычаг КПП. О-о-о. Так, 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 так. Кожух, КПП. Ага. Можно здесь сначала. Суп. Ага, это вот, ну, смотрите. Масло выкачиваем. А, там мы выкачивали бензин, походу. Или здесь масло, это коробки. Ну, ладно, пофигу. Главное, разобрали. Потом понять бы, как собирать. Во, кстати, смотрите. Освоение работы с винтами. Вот мы прокачали наш навык немного. Китали. Блин. Просто, понимаете, еще в условиях ограниченного бюджета я бы проще бы просто взял бы и купил бы все детали. Но, так как у нас денег количество ограничено. Нам придется ремонтировать и докупать. Так. Ось задней подвески. Ага. Так, подвеска задняя. Теперь нам нужно здесь фиксатор тормозного суппорта снять. О, освоение работы с запчастями. Прокачиваемся, прокачиваемся потихоньку. Так, подвеску заднюю сняли. Тормозной диск задний тоже снимаем. Ох. Так. И зубчатое колесо тоже снимаем. Так. И у нас остался двигатель. Ох, боже мой. Так, заднее колесо. Пулачок муфты. Центральную муфту. Надеюсь, правильно демонтирую. Ребят, кто шарит там, разбирается в мотоциклах, кто там любит ковыряться в них, напишите. По порядку ли я иду? Так ли в реальной жизни демонтирует двигатель мотоцикла? А вот, смотрите-ка, педальку забыли, еще одну. Потому что мне... У меня есть такое ощущение, что не совсем я по порядку иду. Ну, ладно, мы же в игре находимся, поэтому... Я думаю, можно списать некоторые вещи на это. Кожух масляного насоса. Брох. Так, а что-то я вот снизу иду. Я вообще хотел сверху. Это у нас блок. Понятно. Так, это типа приводной механизм, походу. Блин, а с чего начать? С чего и что снимать нужно? Так. Ага. Блин. Так, друзья, тут непонятности какие-то. Так, вот, друзья, разобрался. Вот, вал коромысла, выпускного вала. Вот их нужно было снять. И дело пошло. Так. Куда, куда, куда уезжаешь? Здесь также фиксатор снимаем. Угу. Так, коромысла. Выпускной клапан. О-о-о. Так, зубчатый ремень. Ага, и надо свечку выкрутить. Так, вот оно на... О-о-о. Так, выкручиваем. Ого, какие болты. Угу. Так, поршень. Поршень. Ага, поршень. Накладку снимаем сначала, наверное, потом поршень можно будет снять. Ага, вот оно. Толик поршня. Поршень цилиндра. А, поршневой. Ага. О, все, походу, друзья. Походу мы разобрали просто в ноль. Мотоцикл. Ух, ну это жесть. Все. Ну, вроде бы. Ну да, видите, осталась только рама. Ну вот. Вот так у нас все это получилось. Давайте, наверное, начнем ремонтировать. Так, стол для ремонта. Починить. Добавить запчасти. Так, запчасти у нас будет дофига. Давайте посмотрим. Сейчас я все тогда добавлю запчасти и продолжим. Ну что ж, друзья. Смотрите, в очередь на ремонт можно добавить только максимум 20 запчастей за один раз. Вот я сейчас последние ремонтирую. Примерно я потратил на все около полутора тысяч долларов. Причем, смотрите, некоторые запчасти нельзя отремонтировать. Так как нужен специальный навык для этого. Но большую часть мы смогли. Это очень радует. Так. Чего нам бы сейчас начать? Я думаю, можем начать с покупки колес. Потому что я точно помню, что я их не ремонтировал. Давайте выберем какие-нибудь диски. Ну вот, есть за 130 долларов переднее и заднее колесо. Ох, ребята, деньги, деньги утекают. И новые шины. Это по любасу. Так, классика. Ну, пускай будет классика. Так, ну да. Мы сделаем, знаете, такой кроссовый мотоцикл раллийный. Там нужна именно такая резина. Угу. Так. Хорошо. Теперь нам нужно это дело все собрать. Переднее колесо классика. И шина. Ооо. Надеваем колесо. Так. Взять. И давайте, наверное, сразу загрузим второе. Забрать заднее колесо. Задняя шина классика. Блин. Камера улетает. Так. И балансируем. Так. Ну. Я просто, друзья, представляю, что мне предстоит, когда я буду собирать двигатель. И мне немного плохо от этого. Так. Все. Ага. Так. Инвентарь. Это понятно. Все. Готово оно. Так. Давайте посмотрим, можем ли мы установку колес начать. А в чем проблема? А почему? А почему я не могу поставить заднее колесо? О. Во. Так, друзья. Колеса ставим. Вот и в чем мы сейчас опять не видно? Да что не так-то? Ой. Что с камерой так? Господи. Так. Вот. Ставим. Ну. Замонтируйте деталь. Ну. В чем проблема? Так. Это сборка мы включили. Правильно. Вот видите? Какие-то баги. Так. Вот. Переднее колесо мне надо. Я понял. А, во. Во. Все. Давайте, наверное, начнем с задней подвески. Посмотрим. Вот. Она у нас отремонтированная. Уже хорошо. Так. Зубчатое колесо. Ага. Вот смотрите. Зубчатые колеса. Они у нас не были отремонтированы. Вот тормозной диск отремонтирован. Так. Тормозная колодка. Ну, понятно. Это расходный материал. Нам нужно будет заднее левое и заднее правое. Угу. Так. Окей. Давайте я сейчас тогда докуплю. Так. Это у нас будут тормоза. Угу. Так. Тормозной диск. А, так, подождите. У нас тормозной диск установлен вообще? Тормозной диск. Да. Есть. Нам нужна колодка. Заднее левое и заднее правое. И зубчатое колесо. Ох-ох-ох. Так. Зубчатое колесо. Так, тормоза. Тормозной диск передний. Тормозной диск. Так. Вот, смотрите. Заднее левое. Покупаем за 20 долларов. И заднее правое. Заднее левое, заднее правое. А, это не от той. Все. Вот, нам нужно вот это вот. Или нет. Смотрите. Я купил заднюю модерн. Теперь заднее правое нам нужно модерн. Это мечта. Идеал. Идеал. М-м-м-м. Блин. Так. А, вот. Заднее правое модерн. Господи. Что я туплю. Так. И нам нужно зубчатое колесо. И где оно здесь? Здесь тормозной диск. Бои, друзья. Это тяжело. Так. Ставим колодку. А, кстати, заднюю я отремонтировал. Правую. Так. А суппорт? О, суппорт отремонтирован. Великолепно. Зубчатое колесо. Блин. Да хти его найти. Так. Задний фиксатор. О, отремонтирован. Супер. Ну, уже вот что-то сзади у нас получается. Надо только с зубчатым колесом разобраться. Блин. Да где его найти-то? Мы сейчас посмотрим. Так. Это тормоз... Или, может быть, колеса? Нет. Точно не колеса. Тормоза. Зубчатое колесо. Друзья. Видите его? Я не вижу. Ну-ка. Зубчатое колесо. Давайте попробуем через поиск. Так. Зубчатое колесо. Зубчатое колесо. Зубчатое колесо. Классик. А, вот. Вот оно нам, походу, нужно. 50 долларов. Господи. Грабеж. Наши деньги, друзья, тают просто на глазах. Но. Но. По крайней мере, мы собрали заднюю часть. Так. Ось задняя. О. Отлично. Все. Это же у нас. О. Ну, друзья, уже, вот уже что-то вырисовывается. Супер. Итак, господа. Второе колесо у нас также собрано. В принципе, здесь ничего не интересного. Я решил это пропустить. Здесь также мы диск тормозной поставили передний. Докупили колодки и поставили отремонтированный суппорт. Так. Давайте теперь фиксатор поставим. Он у нас также отремонтировался. Что не может не радовать крылья. Вот эти баки мы пока не будем трогать. Давайте так. Рама седла. Тоже отремонтирована великолепно. Давайте сейчас так вот. Основные моменты мы, так скажем, установим. Соединим, чтобы все было хорошо. Так, механизм. Ой, как же хорошо, что тут почти все детали отремонтировались. Это просто великолепно, друзья. Так, это мы, так понимаю, сейчас подвеской занимаемся. Угу. Так, педалька. О, есть. Так, ну уже, смотрите, у нас как бы уже собирается, собирается мотоцикл. Так, правая педаль. Устанавливаем. О. Так, рычаг тормоза. Тоже ставим. Так. Амортизатор. Тоже помню, помню, его я его ремонтировал. Сто процентов. Может, конечно, правильнее было бы сначала двигатель установить. Но ладно. Первой вилки. Так, зажим. Ага, все, поставился. Вот этой, по-моему, детальки не было, да. Первой вилки левая нам нужно. И, скорее всего, зажим передней оси левой тоже нужен. Ох. Так, а где это искать-то? Это в подвеске, наверное. Так. Ось передняя. Зажим. Ой-ой-ой-ой. Так. Нам нужно, смотрите, перо вилки левое. Перо вилки левое. И зажим передней оси левой. Так. Перо вилки давайте. Перо. Перо вилки. Это у нас левое, получается, классика. Да. И зажим. Зажим передней оси левой. О. Так. Шопоголик. Я так понимаю, тоже, кстати говоря, чем чаще мы проводим какие-то операции в магазине, тем у нас тоже прокачивается навык покупки. И, видимо, потом будет все нам чуть-чуть подешевле стоить. Так. Ну вот. Первое колесо собрано. Надеюсь. Так. Ага. Здесь у нас нет детальки. Угу. Брызговик. Ну, давайте поставим. Да. Скорее всего, его нужно где-то, наверное, в конце. Ставить. Но раз игра нам позволяет это делать, почему бы и нет. Так. Накладка. Мы потом обязательно вернемся. Потому что нам же еще нужно будет покрасить наш мотоцикл. Поэтому мы их пока не трогаем. Так. Радиаторы. Я понял. Давайте купим радиаторы. Будем по ходу дела это разбирать все. Так. Радиатор. Так. Левый классика. Правый классика. Скорее всего, наверное, кучу патрубков придется покупать для него. Нет, 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 нет. Не демонтаж, сборка. Так. Ставим радиатор. Первый. Второй. Так. Ну, конечно. Патрубки. Ну, блин. Это логично. Да. Это неремонтируемая штука. Кожухи радиатора. Ну, тоже понятно. Давайте так. Вот я, короче, куплю все патрубки. Патрубок левый, патрубок правый. Вот эти вот все. Так. Сразу кожухи. Надеюсь, я купил то. Так. Ставим сборка. О! Один есть. Второй тоже есть. Надеюсь, денег хватит. Так. Кожух. Так. Кожух. Вот. Ой, господи. Так. Пробка радиатора. Ага. Правого и левого. А, а левого нету. Так. Это нам нужна пробка радиатора правого. Ммм. Я понял. Так. Нам нужен вот этот мотоцикл. Ради... А... Кожуха радиатора. Так я же, по-моему, покупал это. Ну-ка, пробка. Пробка бака. Давайте купим на всякий случай. Радиатор. Кожуха радиатора правый. Да нет, блин. Давайте попробуем. Борка. Так. Пробка радиатора. А, вот он все. Теперь есть. Руль. Классику поставим. Денег у нас на новый нету. Поэтому мы поставим старый. О, сразу, смотрите. Куча деталей подгрузилась. Я надеюсь, я больше ничего не упустил. Так, ладно. Это кожух. А, это тоже нужно будет красить. Рулевой рычаг. Левый, правый, скорее всего. О, отсутствует. И накладка на руль. Все, давайте. Покупаем. Накладка. Наклад. Ага. Так. Так. Руль. Рулевой рычаг левый нам нужен. Классика. Рулевой рычаг правый. Накладку точной. Я помню, что ее у нас не было. Так. А что-то еще нужно? Давайте пока поставим. То, что мы купили. А, накладка, да, нужна. Понял. Так. Накладка на руль. Накладка на руль. И... Нету. Вот. Накладка на руль. Классика. Все по классике, ребят. Ну и как бы экономнее, подешевле это все будет. Так, сборка. Ставим накладку. Что это она? А, это она так выглядит. И ставим правую. Надеюсь, здесь... Надеюсь, здесь все. По крайней мере. Кожухи-то понятно. Это все... Это все в конце. Бак. Бак нужно тоже будет красить. Если я правильно помню. Давайте теперь с двигателем. Так. Низ блока двигателя. Классика. Низ блока двигателя. Низ... Блока двигателя. Классика. Отлично. Ох, 600 долларов. Вот. Блин, надо, кстати, будет продать... Эти самые плохие запчасти. Так. За них тоже можно какую-нибудь сумму выручить. Ну, пока мы вроде в рамках бюджета. Так, кожух двигателя. Помню. Ох, друзья. Ну, теперь нам предстоит самое тяжелое. Так, переключатель КПП. Я понял. Вал КПП. Коленвал двигателя. Тоже. Масляный насос. Масляный фильтр. О, масляный фильтр есть. Давайте пока... В общем, так. Давайте установим по максимуму все, что у нас сейчас есть. Поршневое. Ну, это понятно тоже, да. Не хватает. Так. Коленвал. Низ... Ролик передачи тоже. Зубчатое колесо. Тоже отсутствует. Соединитель патруков радиатора. О. О. Да, я помню. Я их покупал. Так. Ну, все, друзья. Это, видимо, я так понимаю, все, что у нас есть. Из двигателя. В общем, сейчас я тогда докуплю все того, что нам не хватает. И продолжим. Докупил я детали, которые вот на данный момент мы видим. Давайте в будущем, чтобы сэкономить наше с вами время, я буду докупать за кадром тогда и устанавливать. О. Хоршень. Так. Кожух двигателя давайте сразу тоже поставим. Пускай будет. Просто для человека, кто не шарит в двигателях мотоцикла, это, конечно, тяжеловато. Так, стартер. Ага. Так. Зубчатое колесо, рычага стартера. Что-то здесь еще, да, нужно установить? Зубчатое. Ага, еще одно нужно. Зубчатое колесо, рычага. Ага, ладно, понял. Доставим, доставим. Так, зубчатое колесо сцепления у нас отсутствует. Внешняя муфта тоже отсутствует. А вот еще я покупал вот эту штуку. Натяжитель приводной цепи. О. Ну, уже, уже что-то, что-то уже виднеется. Так, доставляем поршень. А, так, ролик поршня присутствует великолепно. Накладка цилиндра. Угу. Я понял. Походу дорого будет стоить. Так, центральная муфта есть? Нету. Зубчатое колесо ставим. Еще одно зубчатое. Так, здесь нам нужна уплотнительная прокладка. И, ага, ага, здесь также нам нужны зубчатые колесики. Так, а здесь распредвал. И главный вал КПП. Так. Кстати говоря, друзья, чуть не забыл. Я продал старые запчасти, которые не получилось отремонтировать. И там еще вышло где-то около... Чтоб вам не соврать. Это вышло примерно, ну, где-то на тысячу точно. В общем, она нам очень сильно помогла. Ох, эти двигатели. Так, приводное. Пожух КПП. О, присутствует. Нифига себе. Так, осталось чуть-чуть, друзья. И перейдем к самому интересному. Это к покраске. Давайте уже доделаем это все, чтобы уже забыть про этот двигатель. Цепь. Цепь отсутствует. Угу. Так, нам нужны цепи. Нужно верх, да, собрать. И с муфтами там порешать. Деньги тают на глазах, друзья. Осталось 884 доллара. Как думаете, хватит нам этого? Не, ну хотя, знаете, в принципе, двигатель-то уже почти собран. Так, нам нужно, походу, да, будет вот эти штуки покупать. Эх, блин. Как тут до них добраться-то? Так, выпусканные клапаны, вот эти все зубчатые ремни. Ладно, давайте закончим с передачами. Поставим здесь везде цепи. Так, здесь приводную. Ага. Вот так, соединители выхлопной трубы у нас отсутствуют. Ох, так. Кожух сцепления. Есть, великолепно. Так, все, походу, друзья, сцепление мы закончили. Это не может не радовать. Рычаг стартера отсутствует. Так, нам нужны тогда... Ага. Ну, сейчас докупим. Продолжаем сборку. Так, ротор. Крышка ротора. Ну, конечно же, отсутствует. Давайте я ее сразу же сейчас куплю. Крышка... Крышка ротора двигателя. 500 долларов осталось, друзья. Тут, возможно, придется брать какой-нибудь заказ мне за кадром. Чтобы хватило денег. Но, надеюсь, этого не придется делать. Так, ставим рычаг стартера. Так, вот с этой стороны, с левой части, у нас вроде бы все. Вроде бы как. Захлопная труба. Ну, конечно же, у нас ее нет. Кто бы мог подумать. Так. Ладно. Давайте тут верхушку двигателя соберем. Как бы это поудобнее сделать. Так, распредвал. Конечно же, отсутствует. Так, впускной клапан. Что у нас тут по клапанам? Я, походу, лишних купил. Так. И свечку. Куда ты? Свечку. Свечку давайте вкрутим. Так. Чуб. Чуб у нас тоже отсутствует. Так, давайте сразу поставим дроссель. Воздухозаборный патрубок. Блин, а хотя, может, и хватит денег. Расходомер, конечно же, отсутствует. Выхлопная труба тоже правая отсутствует. Докидываем недостающие детали. Сейчас посмотрим еще, что у нас тут есть вообще от верхушки двигателя. Ромысла отсутствует. Ну, понятно. Ладно, давайте тогда поставим выхлопные трубы сначала. Я их также приобрел. Ставлю все детали классические. Они подешевле. Ну и... Знаете, чтобы уже тогда сочеталось. Если мы ставим классические все, то пускай будут все классические. Так, щуп давайте установим. Ага, так. А как-то можно масло будет залить? Просто мы его выкачивали, а... Ну, ладно, ладно. К этому мы позже вернемся. Так, вот они, наши коромысла. Их мы тоже доставляем. Ну, конечно же, фиксаторов у нас нет. Давайте сразу я сейчас докуплю. 187 долларов, друзья. Мы немного беднеем. Наверное, я все-таки сделаю сейчас заказ за кадром. Чтобы немного денег подзаработать. Потому что, ну, ладно, двигатель мы собрали. Но нам еще нужно кузовной частью заниматься. Так. Ага, вот эти штучки надо туда, наверное, поставить. Валкаромысла. О, и накладка. Так, друзья, ну... Так, катушка, я понял. Сейчас докупим. Хватит нам у нас на нее денег. Так, друзья, ну можете меня поздравить? Я таки собрал двигатели. Это было тяжело. Это было очень тяжело для меня. Но я его собрал. У нас тем временем осталось 79 долларов. Сейчас, друзья, я за кадром выполню быстренько заказ. Давайте расходомер. Хватит нам? Расходомер воздуха. 54 доллара, да. Я сейчас быстренько выполню заказ. И... О! Ну, смотрите, только нам много нам хватило. А бак... Ага, бак у нас еще не покрашен. Все, друзья, сейчас быстренько выполняю заказ. И мы продолжаем. Итак, господа. Подзаработал я немного денег. Приступим к самому интересному, что мне очень в этой игре понравилось. Это покраска. Смотрите. То есть мы можем выбирать, во-первых, огромное количество цветов. И можем сами вот так вот рисовать. Это великолепно, друзья. Этого не было в кармеханике симуляторе. Этого очень не хватало. И здесь эту штуку добавили. А еще... Здесь добавили декали. Смотрите. То есть можно наносить рисунки. Это великолепно. Давайте выберем тогда цвет. Начнем с цвета. Я хочу сделать мотоцикл ярко-желтым. Так, подтверждение. А, стоп. Давайте сделаем мотоцикл ярко-желтым. Покрасим бак. Я, наверное, буду весь однотонный его делать. Декали сюда я не буду наносить. Я их нанесу на другие места. Вот видите, нужно вот так полностью крутить, смотреть. Чтобы вдруг вы где-то не забыли. Что-то прокрасить. Так, подтверждение. Крышка бака. Ну, она черная у нас. Давайте я ее сейчас тоже подобновлю. Вот. Я такой, знаете, сделаю в цветах черно-желтый. Так, подтверждение. А, центральная накладка. Она у нас, разумеется же, будет желтый. Давайте прокрасим это все дело. Оп, 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 оп. Если, кстати говоря, друзья, если такую же систему покраски они добавят и в Car Mechanic Simulator 2021, но это будет вообще супер. Это можно будет такие офигенные раскраски автомобилей делать. Просто раньше это было как-то все однообразно, а теперь это будет, ну, вот так. То есть, что хочешь сам, то и рисуй. Так, подтверждение. Так, у нас что тут еще? Накладка на рулевую ручку. Я, наверное, ее сделаю черной. Это вот эта вот спереди штука, которая у нас. Я ее сделаю черной и нанесу какой-нибудь декаль на нее. Сейчас давайте ее только переверну. Оп. И разверну-ка нам сюда. Так, декаль. Так, декаль давайте. Сейчас что-нибудь интересное выберем. Во, точно. Давайте, наверное, размер я побольше сделаю. И вот так. Во. Во, друзья. Офигенно просто. Так, переднее крыло. Как помните, оно у нас было синим. Я, наверное, сделаю его черным. Мы же все-таки раскрашиваем в двух цветах. Черно-желтый. Вот так. Оп, оп. Сюда тоже можно будет какой-нибудь декаль добавить. Все. Колесо. Колесо. Крыло. Крыло почти раскрасили. Давайте сразу добавляю декаль. Так. Пускай будет такой. Это же у нас переднее, по-моему, крыло. Это, по-моему, переднее крыло. Так. Нет. Хотя вроде бы и заднее. Ну ладно, пускай будет так. Супер подтверждение. Так, это у нас... А, нет, это было переднее. Все. Великолепно. Так, здесь мы давайте так же красим его в черный цвет. Блин, ну я вот прям, ребят, я кайфую. То есть, ну это можно так будет раскрашивать. Особенно с автомобилями. Ну, мотоцикл-то понятно. Тут как бы не так уж много моментов, которые можно покрасить. А вот у автомобиля это будет, ну, прям вообще офигенно. Так, давай разворачивай, блин. Фиг развернешь его. И еще, кстати говоря, друзья, забыл. Чуть не забыл. Здесь есть функция, вот видите, импорт-экспорт. То есть, мы можем сохранять свои какие-то шаблоны. Но самое главное, мы можем png-шные файлы вставлять сюда. И, то есть, максимально уникальный винил делать на вашем мотоцикле. Это просто офигеть. Вот сюда нажимаете импорт. Вам игра предложит указать путь до файла. И, собственно, вставляете в игру и разукрашиваете. Так, давайте поставим из того, что есть. Я заметил, что у нас не всех деталей хватает. Ну, а мы сейчас это все доставим. Давайте. Мне просто не терпится уже собрать как-то, чтобы вот... Так, вот, да, ну, у нас нет насадки, но есть заднее крыло. О-о-о. Так, корпус блока предохранителей можем сразу тоже постыкнуть. АКБ. Новый приобрел. Монтажная пластина. Так, накладка вот одна есть у нас. И ставим баг. Удача. Ага. У нас еще, походу, седла не хватает. Накладка передняя левая. А, ну, еще накладок не хватает. Так. О, смотрите, друзья. Ну, уже офигенно выглядит. Так, седло, да, нас тоже не хватает. Так, сейчас, сейчас заставим. Ну, что ж, друзья, осталось там только обслужить наш мотоцикл. Все, установлено. Давайте, заливаем масло. Или нет? Стоп. Куплю это бензин. Все, все, все. Есть, залили. Так. Теперь нам нужно залить это, я так понимаю, вода. Заливаем воду. И останется залить масло. И все, двигатель будет полностью обслужен. Так. А, нет. Друзья, там мы заливали масло. Вот это вода. Все, точно. О. Так. Дали достижение PMPRite. Все это, да? Мы обслужили. Итак, друзья, вот он наш крутецкий мотоцикл. Ну, по-моему, выглядит, ну, просто офигенски. Давайте посмотрим результат по работе. Статус полностью обслужен. И, смотрите, итоговая цена 12 тысяч. Ну, то есть, это просто офигенно. Мы еще даже 12 тысяч сверху заработали. Жесть. Так, а меня еще волнует такой вопрос. А можем ли мы его сейчас за тест-драйвить? Карта. По идее, мы можем выехать вот сюда. Автодроф, вперед. Выберите мотоцикл. Ой! Ну, что, друзья, сейчас тестовый кружочек мы на нем сделаем. Посмотрим, как он себя ведет. Вот, кстати говоря, в кармеханике-симуляторе там была, ну, так себе система в вождении автомобилей. Ну, именно я про физику и про вот эти все моменты. Не знаю, как здесь на мотоцикле будет, но, блин, очень интересно. Необходимые детали можно найти в магазине или на свалке. Ну, понятно. Так, так, ну, ну. Я в предвкушении. Давайте, давайте, давайте. Я ж тут трудился, собирал. Сколько там можно ждать? Так. Ох, вот оно. Наш мотоцикл и... Ой, какая же ужасная физика, господа. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Он не поворачивает от слова совсем. Так, это переключение фар, задний тормоз на пробел. Ну-ка, можно подрифтить. Перезапуск мотоцикла, смена угла камеры. Вот, кстати говоря, друзья, заметил баг такой. Обычно все нормально с фпс, но вот здесь прям вообще какая-то жесть началась. Я надеюсь, до выхода игры сделают оптимизацию. Смотрите, поменял камеру, уже стало 30 фпс. Причем в гараже всегда было 60 стабильно. Но он тут... Ну, друзья, поворачивает он плохо. Так. А как нам теперь тогда выйти? Так, так, так. Сейчас разберемся. Какой красавец. Вернулись мы в наш гараж. Вот видите, друзья, в гараже фпс. Вот 60, все, вообще все супер. Там, конечно, недоработочка. Ну, ладно. Будем надеяться, доработают. Так, ну что, вот он наш прекрасный мотоцикл. Да, друзья, я знаю, видос получился довольно-таки длинный. Если досмотрели до конца, огромное вам спасибо. Но плюс данного видоса в том, что вот все, что касается механики, сборки, разборки, ремонта мотоцикла, у нас вместилось все в одно видео. Если вам ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии. Какие-то пожелания, еще какие-то моменты. В общем, любым комментариям вашим буду рад, друзья. С вами был Дамриэль. Всем goodbyte и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok